Наталья Сорокина, если вдруг, меня кто-то не знает. Я являюсь партнером компании в статусе Grand Premier. С компанией я сотрудничаю с момента ее основания, то есть уже, получается, пошел восьмой год. Да, буквально недавно у нас было семилетие. Вот, запись, по-моему, мы не делаем запись на такие вебинары, потому что, ну, как бы, хотя, по-моему, она пошла. Меня кто-то поставил на счетчик, на запись. Ладно, окей. Вообще, у нас вебинары живые, и хочется именно с вами, друзья, пообщаться, потому что у нас начался новый спринт, у нас начался новый период, да, в нашем бизнесе, и очень хочется, чтобы у нас у всех был правильный настрой, правильная синхронизация в этом моменте. Да, буквально недавно мы летали все дружно в Москву. Возможно, здесь, в этом чате, есть те, кто не летал в Москву, да, но это ни о чем не говорит, потому что у нас начался новый спринт, и, ладно, потом вам правую пугачевую расскажу. Это интересная примерно эта тема. Значит, ну и, собственно говоря, во-первых, я вас всех поздравляю, да, потому что у нас происходит вот этот момент обнуления, вот, и, соответственно, мы с вами все начинаем новый спринт. Если в двух словах говорить, допустим, обо мне, да, меня там люди спрашивают, что, расскажи пару слов о себе и так далее, но я пару слов о себе, наверное, расскажу более подробно в Турции, да, у нас будет скоро поездка в Турцию. Если так, то мне 35 лет, я из Екатеринбурга. Что еще интересно рассказать, я уже 15-й год в партнерских программах, то есть 14 лет, и вот два месяца примерно я в партнерских программах, вот. Вот, 7 лет я сотрудничаю с компанией Global Intellect Service, и если смотреть вообще, вот, да, опять же, мне задают вопрос, Наташа, вот что, почему ты обратила внимание на компанию, почему именно с этой компанией ты двигаешься, что тебя привлекло в этой компании и так далее. Ну, во-первых, мы были знакомы с президентом компании, с Вячеславом Ушениным, то есть я пришла, в общем-то, по большому счету на человека, да, потому что я понимала амбиции, понимала видение человека, понимала уверенность человека в себе и в своих силах. Более того, мы с ним уже сотрудничали до этого, и мы друг друга хорошо знали, скажем так, в деле, да, то есть в работе, кто как себя ведет в каких-то стрессовых ситуациях, в ситуациях, когда надо принять решение там и так далее. Вот, ну, а вообще, если так смотреть, именно как человека, который, в принципе, в партнерках не первый день, да, то есть не первый год, то у меня действительно было несколько факторов, которые меня очень так, ну, скажем так, в чем для меня лично была соль, потому что кто вот меня знает лично, тот знает, что у меня внутри сидит маленький еврей и всем заправляет совершенно спокойно. Вот, и, вот, и, в общем-то говоря, мне понравилось несколько факторов. Фактор первый, мне очень понравилось, что продукт у нас в формате онлайн, да, то есть это вот сейчас, может быть, я для кого-то такое микрообучение, да, то есть как проводить трехсторонние переговоры, то есть то, что я с людьми обсуждаю, когда мне реально задают вопрос, Наташа, вот что ты пришла, почему ты пришла, да, на тот момент продукт, 7 лет назад, его как такового не было. Это, кстати, вопрос о том, какова ценность компании сейчас, да, потому что вот с ребятами общаюсь, с партнерами, и очень часто у людей замыливается то, что сегодня мы себе представляем, потому что партнеры к нам приходят, вот здесь есть люди, кто к нам пришел, например, там, не знаю, месяц назад, поставьте мне пятерочкой, чтобы я посмотрела. Вот такие прям горячие пирожочки есть тут? Сейчас горшочек начнет варить, я вас всех увижу, о, замечательно, то есть к нам приходят партнеры, да, то есть и смотрят с позиции, о, круто, у них есть обучение, у них, значит, там, есть куча всяких таких вебинаров, у них есть слаженная система работы, у них есть наставники там и так далее, и все люди думают, что это вот данность, что так и должно быть. Вот, друзья, я вам хочу сказать, что то, что мы сегодня имеем, это очень, скажем так, это результат очень больших работ, и это определенно наше достижение, но даже в тот момент, вот 7 лет назад, что лично меня привлекло в нашем продукте, это то, что, во-первых, он онлайн, да, то есть я до этого работала, имела хороший опыт работы с продуктом физическим, но я для себя поняла, что если ты хочешь двигаться быстро в современных условиях, то надо, чтобы продукт был онлайн, да, то есть чтобы можно было продавать в любую точку мира и не быть привязанным к какой-то территории, или там не зависеть, например, туда ходят поезда или не ходят, туда дорого логистику делать или недорого туда логистику делать, чтобы вообще не было таких заморочек, меня вот прямо интересовал этот момент. Потом, конечно же, как человека, который именно занимается бизнесом, да, то есть я сразу же говорю, что я пришла именно строить партнёрскую программу, я пришла за хорошими деньгами, у меня сразу была чёткая уверенность, да, потому что люди, когда приходят, допустим, в партнёрскую программу, вот только кто, например, там те, кто месяц назад, да, и у них такое, знаете, то есть, ну, то есть они ещё пробуют, они думают, можно здесь заработать или не можно здесь заработать, а бывает или не бывает. И вот там вышла какая-то Наташа Сорокина, тут что-то рассказывает, но все равно у человека есть в голове, скажем так, свои какие-то челечки, свои какие-то сомнения и так далее, тем более начинаете какие-то встречи проводить, и там, допустим, кто-то, о ком вы думали, что да, точно этот человек зарегистрируется, прям точно он зарегистрировался, он взял и не зарегистрировался, обидно, да? А у вас уже там, вы уже вместе с ним деньги и заработали, и потратили, и вообще все круто в голове, а он взял и говорит, ты знаешь, мне сейчас либо тебя извини, пожалуйста, вот, и почему я так говорю, потому что я пришла изначально с пониманием того, что в сетевом бизнесе действительно можно зарабатывать очень хорошие деньги, что действительно это очень хорошая стартовая площадка, и с пониманием, какие деньги мне нужны, то есть у меня тогда не было на моменте старта, у меня не было, знаете, четкого видения, ну вот, там, допустим, хотя бы там 10 миллионов, то есть, как вот я всегда говорю, что аппетит приходит во время еды, то есть у меня не было понимания, что вот я приду, и там через два года у меня будет 10 миллионов, честно, не было, правда, я бы очень хотела сейчас сказать, что я вот такая вот красотка, я все знаю, все вижу и так далее, но нет, я обычный человек. И когда я приходила, у меня была идея зарабатывать миллион рублей в месяц, это прям вот я думала, что сейчас миллион рублей в месяц и просто вообще это, я буду просто вообще шикарная, роскошная красотка с миллионом в месяц. Но, кстати, есть такой момент, когда начинаешь зарабатывать миллион в месяц, понимаешь, что это очень-очень-очень мало оказывается и как бы там 100 тысяч в месяц, допустим, на доход я умудрялась копить и так далее, на миллион ты начинаешь думать, боже, как жить дальше, это уже другая история. Вот, и я изначально пришла с пониманием того, какой у нас маркетинг-план, план вознаграждения. Вот я себе, кстати, хорошая новость важная, я себе в офис купила Flipchart, вот, и буквально скоро буду проводить обучение именно по нашему маркетинг-плану, потому что, опять-таки, люди, когда приходят, они не понимают фишек маркетинг-плана, они смотрят и понимают, о, там, цикл, 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 цикл. Но именно всей глубины маркетинг-плана, всех общих ресурсов этого плана вознаграждения люди действительно часто не понимают. Вот я, как уже такой опытный, да, то есть сетевик, как человек, который в программах партнерских давно, наш маркетинг-план, в принципе, посчитала сразу же. Я поняла, что, да, это принципиально интересно по нескольким позициям. Во-первых, это бинар. Бинар – это всегда скорость, это всегда возможность очень быстро заработать. А нам с вами в любом случае, да, то есть это очень важный фактор, быстро дойти до первых денег. Вот просто сделать так, чтобы ты быстро дошел до первых денег, потому что наше с вами сознание, оно верит в аргументы, правильно? То есть, конечно, очень здорово верить в какие-то вот там, ну, говоря своей вот перспективы, представления и так далее. Но чем быстрее ты дойдешь до первых денег, тем тебе будет комфортнее. И в смысле, в плане, в принципе, в жизни, но и тем быстрее твоя голова станет твоим союзником. Потому что на начале пути бывает такое, что твоя голова тебе не союзник. То есть ты вроде бы все понимаешь, но при этом голова начинает, что ты тебя вдруг, а получится, а не получится, там и так далее. Вот у меня была задача на самом старте быстро заработать деньги. Вот прям это была самая главная задача. Вот. И также еще важный момент это то, что выплаты мгновенные. И на сегодняшний день, да, то есть надо понимать, что это довольно-таки, скажем так, нечасто встречающийся момент, когда выплаты мгновенные. И для этого должно совпасть несколько очень важных условий, которые, например, в нашей компании есть. Вот. Ну и в общем, в итоге, если так вкратце, то вот там 7 лет назад я начала свой путь вместе с моим партнером по аккаунту Иваном Сорокином. Вот мы начали путь в статусе партнера в компании Global Intellect Service. Теперь возвращаемся, значит, к нашему, да, с вами баранам, потому что нам важнее разобрать не прошлое, а настоящее и будущее. А какие-то вещи, какие-то фишки из своего пути я обязательно расскажу в Турции. Мы с вами там найдем местечко где-нибудь, возьмем по рюмочке чая, да, то есть совершенно спокойно где-нибудь на бассейне, так вот не напрягаясь, на закате будем сидеть и разговаривать. А сегодня нам с вами очень важно поговорить о том, что происходит, что происходит, куда оближать там и так далее. Я бы начала, знаете, с чего? Я бы начала, наверное, вот с основ, да, потому что у меня, например, самый популярный опрос последние несколько дней, это, ну типа, Наташа, расскажи вообще, что в компании происходит, насколько там вот компания, куда она вообще идет, потому что появляются там вот эти все оптовые пакеты, что это значит, почему, ну то есть вот как бы у нас там были оптовые пакеты, потом их убрали, сейчас их снова сделали, то есть вообще что происходит в компании и как этим правильно воспользоваться. Я бы хотела с вами поговорить об этом, но это мы с вами еще дойдем. Первое важное, я бы хотела, знаете, я подготовилась, у меня тут мои мысли, тезис на то, что я должна успеть вам сегодня сообщить, значит, у меня подготовлено. Первое, что я хотела бы с вами обсудить, вот допустим, вы сейчас на старте, или может быть вы сейчас не на старте, а вы стартовали, например, полгода назад, но вам ваш старт не нравится, потому что бывает такое, например, только ты думаешь, все, сейчас буду миллионером становиться, и тут у тебя там, допустим, в твоей работе образовалась какая-нибудь там, ну не знаю, отчетность, что-нибудь, да, то есть тебе надо делать. Или только ты думаешь, сейчас буду миллионером становиться, а тут тебе родители звонят и говорят, картошку поехали копать, миллионер, вот надо сначала посадить картошку, май на дворе, давай, погнали, а потом будешь миллионером становиться. Это, кстати, вот если вам такое говорят, я вам хочу сказать, что когда у меня не было ни денег, ничего, и там я, сколько, четырех, получается, лет назад начинала, мне родители говорили, устройся на нормальную работу. Я думала, ну сейчас я все заработаю, все как бы докажу, и, ну, короче, вы поменяете свое мнение. Я помню, мы с вами купили первый Мерседес, показали родителям, родители говорят, ну это все понятно, но когда вы устроитесь на нормальную работу? Поэтому я вам хочу сказать, что в вашем окружении те, кто вас поддерживают в ваших начинаниях, в ваших стремлениях там жить другой жизнью, жить на уровне и так далее, они вас будут поддерживать. Те, кто вас не поддерживают, вас будут не поддерживать всегда. Даже когда вы всем майбах купите, вам скажут, майбах это понятно, но как бы когда ты нормальный человек не станешь. Вот эти все свои, перестанешь там говорить, вот эти все свои Дубай, вот эти все свои Феррари, когда ты уже заморочкой не перестанешь заниматься. Вот, значит, и, собственно говоря, собственно говоря, я сейчас еще одну фотку сделаю, пожалуй. И пойдем дальше. Так вот, первое, из чего я хотела бы, чтобы вы прям акцентировали свое внимание, неважно, вы занимаетесь, я говорю, месяц или там полгода или год, это принять правила игры. Вот я наблюдаю за людьми, знаете, я как это, как вам сказать, такая константа, да, то есть вот я наблюдаю за людьми, даже в рамках Global Intellect Service, там, 7 лет, и я вижу, как люди приходят, кто-то остается, кто-то очень сильно вырастает, кто-то тормозит, уходит. Я вот наблюдаю за всеми людьми, я вижу одну очень интересную закономерность. Это то, что люди не принимают правила этой игры. То есть люди приходят, допустим, с работы в найме, либо они приходят, там, из линейного бизнеса, и они не совсем, ну, как бы, не могут всерьез принять какие-то вещи, которые здесь есть. Вот, я, в принципе, в чем-то их понимаю, да, потому что, когда, допустим, там, ты открываешь свой бизнес, вот ты открываешь свой бизнес, ты вкладываешь свои родные деньги, причем ты вкладываешь не 500 тысяч, а ты вкладываешь, там, хотя бы, там, 3 миллиона. Вот ты их вложи в каждый, вот, стул, да, вот, все, что у тебя есть, когда ты вложил свои собственные деньги, и ты с утра просыпаешься, и ты будешь бежать на работу в офис свой. Почему? Потому что у тебя платежи, у тебя пошли всякие, там, арендные платы, зарплаты и прочее, прочее, прочее. У тебя надо делать, там, новый запад продукты, то есть у тебя постоянно, тебе постоянно нужно зарабатывать деньги в текущем моменте, даже не потому, что ты жить хочешь красиво, а потому что тебе нужно, ну, вот, кто в линейном бизнесе был, те меня понимают. Ты будешь постоянно зарабатывать деньги в первое время, но ты их видеть не будешь, ты будешь постоянно их куда-то раздавать. У тебя постоянно будет только, вот, у тебя там последние, не знаю, там, 3 тысячи остались, приходит уборщица и говорит, ну, зарплата, пожалуйста. Ты говоришь, ну, ладно, хорошо, а там. Вот, и вот эти моменты, то есть у нас правила игры немного другие. Да, то есть у нас вы не вкладываетесь в огромный, там, пункт продукта. Вам не нужно думать о том, там, как этот продукт куда-то транспортировать, свобогу, у нас вообще нет таких заморочек. У нас не нужно, там, открывать целый офис с нуля, имеется в виду, прямо вот вам самому, да, то есть, там, открывать какие-то склады и что-то делать. Вам не нужно платить зарплату, например, нашему, там, Гулату Имамову, да, нашему, там, главному разработчику. То есть вам не нужно платить всему нашему, там, административному штату, всем разработчикам, вам не нужно это делать. Вам не нужно платить зарплату вашим партнерам, что очень важно, да, потому что, как бы, если вы платили за каждого партнера и покупали для каждого партнера, например, там, стол, стул, компьютер, телефон и оклад, то вы бы после каждого партнера думали, а нужен ли мне еще один партнер, или, может быть, я двумя справлюсь и хватит. Вот. И, то есть, получается, что с одной стороны у нас такая облегченная версия бизнеса, это действительно так, а с другой стороны, как бы, она, может быть, где-то не дает момент серьезности, потому что ты приходишь, где твой продукт? Где-то вот он везде есть, да, в интернете продукт наш. Где там твои партнеры? Где-то вот они все есть. Где твои кураторы? Вот они вот в окошечке в вебинаре на тебя смотрят. То есть, ты приходишь, и, как бы, у тебя вот этот момент серьезности, он такой, знаете, то есть, получается, у нас с одной стороны есть момент твоей облегченки и твоей определенной свободы, потому что ты не обязан встать, там, в 9 утра подскакивать и бежать что-то делать. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, это твоя дисциплина. И если у тебя, друг мой, дисциплины особенно в первое время не будет, то плакали твои денежки и плакали твои статусы, и вообще все вместе будет плакать вот такими вот крокодильными слезами. Вот. И я об этом абсолютно серьезно говорю, потому что, ну, например, я первое время, вообще, там, первые, не знаю, сколько лет, я работала с 9 утра. Я приходила в офис самое первое, мои кураторы просидели к 2 часам дня, я приходила к 9 утра, и я до 9 утра, с 9 утра до 2 уже успевала 7 встреч провести. 7. А кураторы только приходили. Вот. Поэтому это такой очень, ну, как бы, важный момент, да, то есть, который нужно понимать. И в правилах игры точно так же, допустим, у нас стоят мероприятия. Я прям отдельным, как бы, пунктом хочу вам галочку поставить на мероприятие. Потому что в обычной жизни у нас с вами мероприятие, это что? Это что-то такое, типа, увеселительное, правильно? И, соответственно, вот меня позвали на день рождения, я захотела, пошла, не захотела, не пошла. Или там меня позвали на какую-то тусовку в Турцию, например, я захотела, полетела, не захотела, не полетела. То в нашем случае, именно мы говорим, если я сейчас с вами про сетевую индустрию, обратите внимание, я даже говорю не про компанию, а я говорю про всю индустрию в целом, да, то есть, у нас мероприятие, вот прямо если вы откроете любую книжку по сетевому маркетингу, а я вам скажу, что я тут еще книжный червь, я читала книжки реально по сетевому маркетингу, причем есть прикольные книжки, Большой Элл называется, Том Шайдер написал Большой Элл, и там они такие маленькие книжки-малышки, что меня очень радовало, и там они читаются буквально уже за час. Но зато там вот эти всякие именно идеологические вещи, они очень хорошо прописаны. Так вот, смысл в чем, что везде во всех книжках написана одна и та же вещь, то, что сетевом маркетинге, мероприятие, это вот типа важно и типа главное. Я вначале этого не совсем понимала, но у меня есть очень такое серьезное качество, вот буквально, кстати, вчера я об этом думала, думаю, почему у меня вот, что, что, что у меня, как бы, что меня отличает. Я очень последовательная, я последовательная, если я прихожу в команду, то я реально слушаю преподавателей, преподавателей, там, кураторов, кого угодно. Даже вот банально, допустим, там, я сейчас занимаюсь танцами, да, и иногда некоторые вещи, которые мы в танцах там разбираем, какие-то связки, я смотрю и думаю, боже, зачем мне это нужно. Вот, но я абсолютно в доверии, у меня нет внутри противоречий вообще от того совсем, вот, и потом получается, что где-то в танце именно эта фишка, она выстреливает, и я понимаю, зачем это было нужно. Вот, поэтому к вопросу о мероприятиях я еще вернусь, да, но вот сейчас здесь в правилах игры я прям хочу зашить этот момент, что у нас мероприятие, это не что-то увеселительное из разряда, там, я захочу, поеду, не захочу, не поеду. То есть, если ты зашел в сетевой маркетинг, и ты на этом хочешь реально заработать, ты, то есть, зашел прям вот реально, чтобы создать себе доход, то тебе нужно свою жизнь на какое-то количество времени прям вот перевести именно в график вот этих мероприятий. То есть, например, у меня уже 14 лет, но это объективно, да, то есть, кто-то скажет, фига себе, ты не свободная, да, вот насколько там уже 14 лет, а ты все еще по мероприятиям таскаешься. Ну да, это действительно очень напрягает, нужно ездить в Калининград, там, в Дубай, сейчас надо будет ехать в Турцию, это вообще просто, конечно, такой нахер я вообще, надо будет купальник собрать и поехать. Вот, но если серьезно говорить, да, то есть, у нас мероприятия бывают не только, там, выездного характера в плане куда-то за границу, а бывают мероприятия, там, бизнес-формы какие-то и так далее. И вот я уже 14 лет живу в том ритме, что у меня сначала фиксируются мероприятия, а вокруг мероприятий выстраиваются уже какие-то мои личные планы. Потому что я четко понимаю, что да, я не вкладываю в бизнес миллионы, миллиарды, да, это так, да, у меня есть компания, которая там для меня как рычаг, да, помните, да, из физики вот есть эффект рычага, когда ты за счет рычага можешь сделать больше. Но при этом у меня есть определенный момент, который мне нужно учитывать, что моя жизнь строится вокруг мероприятий. Это абсолютно меня не заморачивает и не запаривает, почему? Потому что, ну, как бы, то есть, я понимаю, что я на каждом мероприятии приезжаю, я там вижу своих людей, мне приятно это делать, я это делаю там не через силу, я это делаю в кайф, да, то есть, это мои люди, мои партнеры, мне это кайфово. Но важно понимать, что я реально на каждом мероприятии есть. Вот если вы заметили, да, я только одно мероприятие проболела, но вот там у меня было подозрение на ковиде. Вот. Зафиксировали, принять правила игры, которые здесь есть. А правила игры, их вам говорят кураторы каждый день, вот на самом-то деле. Опять же, я говорю, что почему, например, у меня получается то, за что я берусь, неважно, за что я берусь, там, кататься на лыжах, танцевать, что-то изучать новое, чему-то научиться, заниматься бизнесом, потому что я последовательная и потому что я реально слушаю рекомендации. Но я этот, знаете, я читаю реальные инструкции, даже, допустим, взять там, я мини-раука могу читать инструкции. То есть, я люблю понимать, как оно устроено и с этим, как бы, ну, этому следовать. Вот понимаете, о чем я говорю? Скажите кто-нибудь что-нибудь мне, пожалуйста, в чате, а то я тут одна, знаете ли, разговариваю сама с собой. Просто вот этот момент, этот, казалось бы, такой, ну, что вот такого, да, то есть принять правила игры. Но, ребята, знаете, эти вещи, они доходят до кого-то года через три. Вот я вам честно говорю, я просто на людей смотрю, и вот я прям вижу, как человек пытается эти правила зачем-то обойти. Думаю, зачем ты пытаешься обойти правила, когда у тебя вот дверь, заходи в нее. Человек начинает через окно, через балкон, через забор делать подкоп, делать там, что, зачем ты паришься. Вот серьезно. То есть, вам первый чек компании говорит о том, что просто прими правила игры. И ты такой, да, конечно, но не сегодня. Я говорю, поехали в Турцию. Ты говоришь, да, конечно, но в следующий раз. Вот. Идем дальше. Значит, по поводу правил игры мы поговорили. Потом еще один важный момент. На чем ты держишь фокус? Посмотрите, ребят, давайте с вами поговорим о такой серьезной вещи, как, как бы, ну, то есть, ваша ответственность. Вот я иногда смотрю на людей, и, то есть, я вижу, что они, знаете, то есть, вот, смотрите, у нас есть с вами очень важные ресурсы, но... Сейчас я мысль вам эту донесу. Вот у меня написано следующее. Держать фокус на ценности бизнеса. В скобочках. Партнерство, сообщество, наставник, обучение, инфраструктура. И бывает такое, что возникают какие-то советчики, какие-то умные люди, которые, знаете, там, начинают говорить. Ну, я тебе, конечно, ничего не буду говорить. Я тебя не буду отговаривать. Ты умный человек так и сам. Но подумай, и начинают так вот тебе капать на мозги потихонечку. А здесь очень важно понимать, ребят, что, как бы, идея, такая штука, вот, всегда ваша, на мой взгляд, обязанность, когда вы занимаетесь любым делом, любым бизнесом, это следить за чистотой вашей мотивации. Объясню, почему. Потому что, вот, как бы, для меня мотивация – это жизнь. Потому что немотивированный человек, немотивированный, он может очень много знать. Он может просто, вот, быть очень крутым человеком, с очень крутыми ресурсами. Но когда у него мотивация «пустите меня в жопе», то просто, ну, как бы, у человека не будет результатов. Я думаю, что у вас такое тоже, возможно, у кого-то было. Когда ты понимаешь, что ты уже все, ну, капец, ты уже знаешь все, что можно знать. Ты уже можешь вот просто рассказать про все, что угодно. Про продукт, про маркетинг, про все. Но у тебя внутри вот это вот состояние потухшее. И все, это как бы, ну, то есть в этом состоянии твои ресурсы на тебя работать не будут. И у людей есть ошибочное понимание того, что, вот, он сидит такой, знаете, весь немотивированный, думает, ну, замотивируйте меня. И вот я хочу вам сказать очень важную вещь, что это ваша обязанность. Ребята, обратите внимание, говорю слово «обязанность» следить за тем, чтобы у вас была чистая мотивация. Следить за тем, на чем фокусируется ваш мозг. Следить за тем, что вы, ну, то есть с кем вы общаетесь, с кого вы слушаете, что вы слышите. Потому что, как бы, сегодня в мире очень много различных идей. Их до хрена. То есть, как бы, есть такая фишка интересная. О, я вам сейчас про книжку расскажу. Подождите, я книжку тут прочитала. Потрясающе. Книжка называется, сейчас покажу вам ее. Ну, как прочитала, я ее прослушала. Сейчас ее заново начала, кстати, слушать даже. Сейчас я вам покажу. Книга, которая, так и запишите, книга, которая, значит, поразила меня до глубины души. Вот, она выглядит вот таким вот образом. Видите, Фомо Сапиенс называется. Ну, потом могу вам куда-нибудь скинуть. Фомо Сапиенс. И вот в этой книге Фомо Сапиенс говорится потрясающе. Я, кстати, не обещаю вам быть последовательной, но, как бы, есть вещи, которые хочется вам сказать. Вот в этой книге Фомо Сапиенс описан феномен Фоба и феномен Фомо. Ну, короче, не суть, как называется. Суть в том, что этот феномен заключается в том, что два самых главных таких тормоза и страха человека, ну, как бы, одних из самых главных, да, то есть в современном мире. Первое – это страх, что у соседа трава зеленее. То есть, когда тебе постоянно кажется, что где-то рядом тусовка происходит лучше, где-то рядом, не знаю, там, друзья лучше, женщина лучше, мужчина лучше. Не знаю, там, машина лучше, квартира лучше, когда у тебя, короче, постоянно есть ощущение тревоги за то, что вот пока ты здесь сидишь, а где-то рядом происходит что-то лучше. И вот это все усугубляется социальными сетями, потому что ты даже нормально отдохнуть не можешь. Да, почему? Потому что, да, Фобо Сапиенс называется. Потому что, что получается? Получается, что ты, допустим, сидишь нормально, отдыхаешь, пьешь чай, заходишь, не для бог, в Инстаграм. А в Инстаграме все такие успешные, на шпагат садятся, там, не знаю, просто вот бегают, все делают. Ну, то есть, вот просто успешный успех со всех сторон, да, там, книги читают, бизнес устроят. И ты в этот момент даже чашку чая не можешь нормально выпить, потому что ты понимаешь, что пока ты пьешь чай, кто-то становится олигархом, а ты тут чашку чая выпил. Вот, а второй страх, который описан в этой книге, это страх принятия, страх лучшего варианта. То есть, что, грубо говоря, страх принять финальное решение, да, то есть, когда люди мечутся, например, там, надеть вот это или вот это, съесть вот это или вот это, купить вот это или вот это, делать бизнес вот этот или вот этот. Потому что люди, даже банально это очень сильно в последнее время, там, в личной жизни, да, например, люди боятся вступать в серьезные отношения, потому что думают, что кто-то дальше может быть получше, да, то есть, вот эти моменты. И в этой книжке все это описано. И я ее, когда слушала, думаю, боже мой, какая полезная книжка, просто потрясающая. Вот, и смысл-то какой, да, то есть, когда ты приходишь в бизнес, вот ты пришел в бизнес, и ты уже принял это решение, то есть, научиться принимать решение. Я буквально недавно, ребят, знаете, это для меня открытие полное. Почему? Потому что я думала, что я, там, столько лет в бизнесе, такая-то такая, там, сколько раз я со сцены говорила про принятие решения. Короче, я думала, что я точно принимать решение умею. Я думала, что, ну, у меня-то вообще все ок с этим делом, просто. Оказалось, абсолютно не ок. Вот это я пока ковидом болела, я слушала эту книжку и просто анализировала свою жизнь. Я понимала, какое количество энергии лично у меня уходит на вот эти вот решения, которые, там, постоянно где-то колеблятся, да, и я понимала для себя, насколько много у людей это отнимает энергии. Потому что, когда ты пришел в бизнес, ты принял решение, ты его принял, обрати внимание, да, то есть, что ты вот строишь этот бизнес, и вот тебе нужно понимать, на чем ты фокусируешься, соответственно, с этим решением. То есть, твои дальнейшие действия, если ты хочешь получить успех, там, и так далее, и так далее, все результаты и блага, то тебе нужно все свои действия, особенно первые года-три, сверять с этим решением. Вот не просто, да, из разряда захотелось и пошел, а сверять с этим решением, потому что по-другому, ну, то есть, как бы у тебя должен быть вектор один. И вот смотрите, на чем я говорила, да, что, там, допустим, ну, у меня недавно просто был разговор, значит, с партнером, он такой, вот, типа, там есть человек, который, там, мне вот, там, говорит, что, типа, я вот, там, вроде как я не сетевик, я, там, ничего в этом не понимаю, ну, давай подумаем, там, и так далее. А у человека за последний месяц просто результат, так, вот, я просто задала вопрос, я говорю, давай проанализируем интересную вещь. Ты сколько с этим человеком общаешься в месяц? Сколько у тебя времени падает результат в месяц? Тебе не кажется это подозрительно? Ну, просто на секундочку. Вот. По поводу аудиокниги называется Фобо, Фобо Сапиенс называется книга. Давайте сейчас мы на этом не будем сильно тормозить, но я реально ее рекомендую прочитать. Вот она вот так вот. Сейчас, подождите, сделаю. У меня с координацией плохо. Вот, все, скриньте себе ее. Все, кто-нибудь по-любому сфоткал, потом ее себе возьмете. Вот. И что я хочу сказать вам? То есть, когда вы зашли, просто нужно принять для себя, что я перекращаю, там, вот, слушать каких-то этих советчиков, каких-то людей, которые начинают вот эти зернышки закирить. Потому что самое забавное, что люди ни хрена не понимают в твоем бизнесе, люди ни хрена не понимают в твоем маркетинг-плане, в твоем продукте, и им просто хочется, знаете, почувствовать вот это состояние своей значимости. Люди вообще в основном, вот те люди, которые реально могут дать дельный совет, они молчат, потому что нет ничего, как говорится, дешевле, чем не спрошенный совет, это не спрошенное мнение. Вот. И люди реально молчат. Они не будут ходить, как вот, затычка в одном месте, да, в каждый щелк, чтобы вот что-то сказать. А люди, которым хочется именно самоотвердиться, они, конечно же, будут эти советы разговаривать. И мы тут с Ваней разговаривали, говорю, Ваня, вот такая у нас, я пошла, короче, жаловаться к Ване. Я говорю, Ваня, у нас такая ситуация, значит, у нас там, говорю, появился какой-то советчик, и, как бы, это очень плохо, потому что мы видим результат этих советов, вот, и, как бы, хотя советчик маскируется под белую пучку замечательно. Вот. И Ваня говорит сейчас, говорит, подожди, я поговорю с этим советчиком, и, как бы, мы все посмотрим. Потому что, на самом деле, реально, в большинстве случаев, реально, ребят, 14 лет опыта у меня, я понимаю, что люди не разбирались ни в маркетинге, ни в чем. А у нас с Ваней в прошлой компании, где мы, вот, получается, до Global Intellect Service сотрудничали, у нас там был, значит, продукт видеописьма. Ну, один из продуктов был видеописьма. И смысл такой, что вот ты их там отсылаешь, все, и мой одноклассник стал моей первой линией. Значит, мой одноклассник, еще там параллельно, это любовь на вот 3-5 класса, короче, замечательный, я думала, человек. И что вы думаете, через какое-то время он мне говорит, Наташа, я не буду ничего делать, типа, эти ваши там все видеописьма не работают. А у нас была такая интересная фишка, можно было просматривать, сколько раз человек зашел в эти видеописьма. Вот сколько раз он зашел и посмотрел. И знаете, сколько раз он зашел и посмотрел? Вот такой вот ноль раз он зашел и посмотрел. После чего я ему позвонила и говорю, слушай, давай так, ты как бы не хочешь двигаться, не двигайся, только, пожалуйста, мне... Вот, пожалуйста, не ври мне, дорогой человек, что ты там прям весь усмотрелся, как не знаю, что. Вот, поэтому держать фокус. Когда ты зашел, когда ты принял решение в этом бизнесе состояться, сделать себе доход, сделать себе пассивный доход, сделать себе хорошую команду, сделать себе хорошую репутацию и так далее, то ты просто берешь и принимаешь решение, и, соответственно, больше ты никаких решений на эту тему не принимаешь. Вот в этой книге очень круто сказано, что если вы приняли решение, то нужно уметь отсечь все, как бы, все, ну, все левое. Там прямо так и сказано. Я, вы не представляете, я вот уже, наверное, сколько, месяц, наверное, назад эту книжку прочитала. У меня месяц назад просто, можно сказать, началась новая жизнь. Я пересмотрела, я ему клянусь, ребят, просто я бегала, я как маньяк, я всем друзьям про эту книжку рассказала просто. Потому что я просто прибиралась к своей жизни на тему решений. Только я вижу, например, там, вещь какая-то даже дома в квартирке, вот она лежит у меня, эта вещь. Я думаю, ну, когда-нибудь я ее надену. Но три года вот не надевала. Но выбросить жалко, отдать жалко. В общем, короче, я беру и просто оп, и, как бы, я отрезаю. Я принимаю решение, что все, я больше эту вещь, там, ну, не буду ее использовать, все, я приняла решение. У меня таких решений, вы не представляете. Я тут столько результатов наворотила за месяц в своей, там, вот, ну, как бы, жизни. Просто за счет этой книжки, за счет вот этих вот нюансов, да. То есть за счет того, что я сейчас даже просто, когда мне начинают, даже просто, не знаю, там, в ресторан я прихожу, а там, знаете, какая вещь интересная сказала, что вот есть тут люди такие, которые, как я, которые сидят в ресторане и едят у всех из всех тарелок. Что-то, ну, так, пощипывают не с целью съесть, а с целью попробовать. Вот есть такие люди? Я тот ужасный человек. Ну, поставьте мне плюсики, неужели я одна такая, которая что-нибудь все время подщипывает. И вот в этой книге интересно описано, он говорит, что это люди, которые не могут принять финальное решение относительно того, что они хотят съесть. То есть я же ем не потому, что там, ну, кого-то из тарелки что-то пробую, не потому, что я на халяву это съесть хочу у него, а потому что я вот, допустим, заказала себе пасту, но у меня есть непринятое решение на тему того, что я хочу вон то, вон то, вон то, еще вот вон то. И я начинаю везде кусочничать. И у меня изменилось вообще все после этой книжки. Я даже, я перестала все кусочничать. Я сейчас просто прихожу в ресторан, значит, я беру вот то, что я хочу, такая, значит, взвиваю все и спокойно ем. И кому-то что-то приносит, и я понимаю головой, да, оно вкусное, да, оно прикольное, но я просто в голове своей говорю, я приняла решение, что я ем пасту. И вы не представляете, у меня вот этот навык прокачивается, настолько принятие решения за этот месяц, в общем, вы видите, да, что как бы у меня, я могу очень долго об этом говорить, но не будет. Вот, поэтому, когда ты заходишь в бизнес, когда ты стартуешь, тебе очень важно принять решение и относительно этого решения начать отстригать все лишнее. Отстригать каких-то умных советников, которые там ходят и говорят, ну, конечно, давай поговорим, а ты помнишь, что ты сетевой бизнес? Так, и так вот все вот эту хрень, короче, просто в сторону сказать, я принял решение. Все, как бы, если ты не хочешь мне что-то дать для того, чтобы мой бизнес быстрее продвигался, то давай, когда мы с тобой поговорим на какие-то другие темы, книжку давай с тобой обсудим, хобо сапиенс, но не будем с тобой разговаривать о бизнесе. Вот, далее, да, то есть нам необходимо держать фокус на ценности, на том, что у нас есть партнерство, на том, что у нас есть целое сообщество, потому что сегодня сообщество качественное найти очень сложно. Вот это правда очень сложно. У нас, допустим, там в Екатеринбурге было сообщество, бизнес-среда, оно как бы у нас прекратилось существование, ну, там, по своим причинам. Вот, но я настолько благодарна бизнес-сообществу. Сейчас у меня есть, допустим, сообщество там по путешествиям, у меня есть сообщество по игре в денежный поток. Ну, меня такие вещи, да, то есть интересуют. Поэтому сообщество – это такая прям, это сила сильная. Потому что, когда ты один что-то делаешь, даже кто там делал когда-то линейный бизнес, вы знаете, что-то такое, ты с утра просыпаешься, на тебя все там наорали со всех сторон, что-то произошло, там все твои сотрудники пришли, тебе пожаловались, и ты просто сидишь и думаешь, о-о-о, идите, я сегодня не хочу с вами работать, извини. Ну, у меня так было. Вот, то в нашем случае сообщество, оно всегда вывозит, вытягивает, потому что даже, там, вы проснулись сегодня с каким-то не очень хорошим настроением, да, хотя я не представляю, как можно в понедельник проснуться с плохим настроением. Вот у меня в понедельник любимый день в неделю, это правда. Понедельник – это просто новая жизнь для меня, я просто вот обожаю, что в понедельник можно поставить планы, там весь ежедневник такой чистенький, можно все туда написать. В общем, я люблю понедельники. Вот. Держать фокус, да, на наших ценностях, на том, что у нас есть, наставники, на том, что у нас есть обучение, на том, что у нас есть инфраструктура, и не выпускать этот фокус, все, вы приняли решение, будьте в этой системе, и вы в ней, пожалуйста, и будьте. Почему, допустим, в чем разница, почему все говорили, ну, ты зашел на 240, быстрее обгрыживайся, желательно на VIP хотя бы, да, у нас там есть большие пакеты, но хотя бы на VIP почему желательно обгрыгаться. Да чтобы твое решение зафиксировалось, очень просто, потому что когда ты заходишь на те же 240, да, например, да, это понятно, что, ну, как было, как говорится, насколько было, настолько и зашел, но твое решение, оно не зафиксировано, тебя будет троить вот так вот, у тебя будет постоянно, а может он туда, а может он туда, а может вообще, а может айфон купить, а может что-то, ну, хотя на 240 ты не купишь. Ну, короче, неважно, смысл в том, что ты постоянно будешь находиться в каком-то вот поиске альтернатив, но пока ты постоянно ищешь альтернативы, ты не двигаешься в итоге нигде. И вот я для себя следила, что хоть какая бы там я, оказывается, не была бы нерешительная относительно пасты и так далее, но в бизнесе меня всегда как раз таки вело то, что вот если я приняла решение, я по нему двигаюсь, 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 как видите, уже 7 лет. Ну, то есть вот этот момент, как выяснилось, это моя сильная сторона, та, которая меня реально очень хорошо вела. Значит, идем дальше. Еще один важный момент, который мне хочется отметить, особенно вот там, а вот, хотела вам рассказать право Борисовну Пугачеву и тех людей, которые включаются не сразу. Например, допустим, там вы спринт проработали, но этот спринт был, допустим, там для вас слабоват, потому что лето было, жара, потому что майские праздники, шашлыки, картошка, там еще что-нибудь. Ну, то есть вот, допустим, там такой спринт, да, в феврале начался, а тут ты вот так вот моргнул два раза глазами, и уже август. И ты думаешь, боже мой, я ничего не сделал. И у тебя такое состояние, знаете, вот подавленное, типа вот тот спринт ничего не сделал, вот это вот чувство вины, там еще что-то. И ты такой в новый спринт входишь, а энергия не там, мотивации нет нормальной. И при этом ты был на всех обучениях, и такой, знаете, разбутый как шарик с этими обучениями, но при этом, то есть ты, ну, как бы, ничего не делал. Так вот здесь принципиально, вообще, если у тебя в голове слишком много знаний, самый главный рецепт, просто начни на ножках передвигать. То есть когда, у меня тоже такое бывает, у меня бывают состояния, когда, допустим, я переучусь, и у меня такое состояние, значит, уже стошнит уже от знаний, уже стошнит скоро информации. Я просто понимаю, что, значит, если, как бы, есть такое состояние, значит, я, ну, как бы, не выработала, вот я получила энергию, но не выработала ее в движении. Поэтому ты прям ножками-ножками-ножками начинаешь шевелить, и у тебя это состояние пройдет. Вот. И, а, про Лукубучеву уже хотелось бы рассказать. Но я не знаю, насколько это ее стата, я ее почитала в инстаграме, в великом инстаграме, но суть очень классная. Однажды Алла Борисовна Лугучева спросили, а можно ли ошибаться в жизни? И она ответила, да, конечно, можно. Но главное, не таскать с собой эти ошибки всю свою жизнь. Ну, меня поняли, да? То есть самое главное, это не сидеть в состоянии, как у тебя что-то конкретно не получилось всю жизнь. И еще, знаете, так пересказывать это с гордостью, вот с гордостью. Когда ты уже все в твоем офисе знаешь, ты начинаешь знакомиться с новыми людьми, да, то есть ты начинаешь там на событиях, на каких-то делать нетворкинг, но для чего? Для того, чтобы рассказать, как у тебя это не получилось. То есть как бы всегда следи за тем, что у тебя, ну, как бы куда ты двигаешься. У нас в этом спринте очень много у ребят классных достижений, да, то есть почему я просто, ну, как бы говорю я о том, что получилось, а о том, что не получилось, потому что я знаю, что есть какое-то количество людей, да, у которых там не все получилось так, как они хотели, и мне не хочется молчать про это, мне хочется поговорить, что как бы вы нормальные, с вами все нормально. У меня тоже периодически что-то не получается. Так, идем дальше. Следующий момент – это когда вы что-либо делаете, стоять на твердом. Вот есть пустое, есть твердое. То есть если кто-то читал, там книгу Тарасова и так далее, ну, там интересный момент. Есть пустое, есть твердое. Пустое – это то, что можно подвергнуть сомнению всегда. Ну, например, вот, допустим, кому-то я нравлюсь, кому-то ему не нравится. А кому-то нравится, там, не знаю, Вячеслава Ушенина, кому-то не нравится. Это вещи субъективные. Но объективно, да, то есть очень важно знать свои кейсы, знать свои цифры. Вот это прям принципиально важный момент. Ребят, знаете, значит, когда мы только начинали сотрудничать с Вячеславом Ушениным, это было в Talk Fusion, значит, у склабы, у нас вообще есть всех обучений, то есть у вас сейчас есть там доброе утро, вебинары, виды склабы, там всякие разные склэйлос, очень много инструментов. У меня было только два ролика по 20 минут от Вячеслава Ушенина. Первый ролик – 20 минут по продукту, второй по маркетингу. Все. Больше не было ничего абсолютно от слова совсем. И вот я вам хочу сказать, что я каждое утро начинала с того, что я просто включала ролик и смотрела. Я уже знала, где он покашляет, где он там носом как-то шмыгнет. Я уже знала наизусть весь этот ролик. Почему я об этом говорю? Потому что важно себя наполнять твердой информацией, твердой. Поэтому отсматривайте. Вот вчера, допустим, очень классный кейс выложил в Инстаграм, Сабир, да, Харидин, это наш партнер. Это экстра-класса человек по внедрению. Это плюсом к тому же собственник бара, который является клиентом ВДС. Посмотрите, то есть начинайте каждое свое утро с просмотра того, что вас будет вдохновлять твердые цифры, факты, кейсы. Против этого не поспоришь. Можно все что угодно говорить про то, что... Да, Лёша, да, только два ролика было вообще просто. Я их знала наизусть. Меня просто можно было ночью разбудить. Я бы вам пересказала все ролики. Вот, поэтому стойте всегда на твердом. Это прям вот... Как бы, знаете, очень хорошо в этом плане, да, опять-таки, я вот всегда, ну, отличаю, как бы, факты от интерпретации, от каких-то вот таких... То есть сегодня люди... Короче, я заметила, что сегодня энное количество людей очень любят врать. Вот прям вот врать. Вот я вчера ролик мне прислали посмотреть одного там из лидеров сетевого маркетинга, и я точно знаю, что он врет. Причем так прямо капитально врет, и даже носом не поморщит. Вообще просто красавчик. Вот. И к чему я это говорю? Потому что я понимаю, что люди на это ведутся. Но ведется кто? Ведется тот, кто головой не думает, а тот, кто, как бы, знаете, кому нравится вот шоу. Вот он пришел, только в ладошку, такой, а-а-а-а, похлопал. А когда ты начинаешь, как бы, смотреть на конкретные факты, факты, то за этим лидером столько косяков. Прям вообще... Вот здесь должен был фирверк появиться просто. И как бы... Ну, то есть смотреть всегда нужно на факты. Оперировать нужно фактами. И это будет очень круто. Дальше. Что-то я еще тут написала, что-то я еще тут написала. Но я вам это сейчас уже не буду говорить. Я это оставлю, наверное, не попозже. О, вот это хотела поговорить. Еще один важный момент. Вот у нас сейчас спринт. И знаете, я наблюдаю людей, опять-таки, которые вот как курица без головы просто... Есть такой прикольный нем, я где-то видела, что типа, если современному человеку отрубить голову, то он еще полчаса будет бегать по вебинарам, потом идти самообучаться. Вот. Это я так. Все, я обратно. Я нормальная, серьезно. Значит, я наблюдаю партнеров, которые начинают спринт, но они его, знаете, как вам сказать там... Ну... Короче, у них нет целей на спринт. У них такое, знаете, типа, куда бежать? Зачем бежать? Господи! Надо куда-то бежать, надо какие-то... Вот мне хочется сказать, что у нас с вами впереди спринт. Он только начинается. Вообще, неважно там, что вы делали до этого, да, то есть, может быть, вы там три спринта вообще просто проспали. У нас есть такие люди, реально, которые там спустя три года появляются и говорят, все, я теперь готов. Я думаю, ну, окей, хорошо. Долгое приготовление человек. Вот, всякое бывает. И смысл какой? Поставьте, пожалуйста, себе цели на этот спринт. Прям не поленитесь, ребят. Человек без целей – это вот прям херня полнейшая. Я вам сейчас могу показать. Вот у меня, например, есть цели, в принципе, как бы на жизнь, да. То есть, я вот сейчас подробно не буду, так быстро помашу. Вот у меня расписаны цели, вот мои планы на ближайшее время. Да, то есть, у меня все очень четко... Ага, не говорите, это умленный человек. Вот таким утомлённым и утомлением. Вот, потому что лично я без плана, без целей жить не могу. Потому что, когда у тебя есть намерения, есть четкие цели, то у тебя, это как бы тут на самом деле нет никакой магии, да. То есть, можно объяснить с точки зрения, там, эзотерики, что вся вселенная тебе помогает, ну, хотя я в это верю, как бы. Но, тем не менее, да, то есть, есть такая штука, которая называется выборочное внимание, да, то есть, прям вот внимание. И как-то оно по-другому называется, не помню. Ну, ладно, умные слова нас сейчас не так интересуют. Смысл какой? Вот, допустим, если я вам сейчас скажу белая Camry, вот белая Camry, Toyota Camry, то вы, например, до этого момента вообще не думали про белую Camry. Но вы выйдете просто на улицу, и вы начнёте видеть белую Camry просто через одну машину. Вы будете думать, господи, откуда вот вообще вы столько взялись. Так бывает, когда покупаешь новую машину. Только ты сидишь, думаешь, сейчас как, возьму, возьму. Какая она классная. Потом выходишь и думаешь, почему у каждого третьего водителя такая же точно машина. Понимаете, о чём я говорю. Вот это, там, как-то оно называется, какой-то вид внимания, когда ваше, как бы, там, не знаю, сознание под сознанием выцепляет из окружения подтверждение тому, что у вас, вот, как бы, в фокусе. Почему я и говорю держать фокус на бизнес, на ваш результат, на ваши, там, интересы и так далее, на ваши цели. И эти цели непосредственно ставите, чтобы они у вас были, потому что в этом случае у вас будет, вот, допустим, к примеру, у вас ни хрена нет целей. Вы такой, с утра просыпаетесь, куда-то бежите, потому что какой-то вебинар вы тут подскочили, у вас так вот, не знаю, в разные стороны. Позрели какой-то вебинар, потом нужно бежать, куда-то там какие-то встречи проводить, вы их провели, что-то понятно, что-то непонятно, вечером презентант. Ну, короче, и вот у вас так каждый день. И вам, допустим, говорят, 11 сентября в Тюмени будет бизнес-форум, ну, к примеру, да, на который меня позвали. Значит, и я еще не сказала, да, но меня туда позвали. Смысл в чем? Получается, что вам говорят, допустим, будет бизнес-форум, а у вас нет цели, у вас нет там какого-то фокуса, вы просто бегаете, чтобы кураторы вечером отчитаться, чтобы куратор от вас отвалил, чтобы вы сказали, да, я устал, я устал, прямо устал, устал, капец как устал. И у вас получается, что конкретной цели нет, для чего вы все это делаете. И получается, что бизнес-форум вы даже не заметите, то есть ваше сознание, оно, сознание, подсознание, ваше внимание, неважно, оно не заметит эту информацию как инструмент для вашей жизни, просто тупо потому, что, как бы, ну, а зачем, да, вы, у вас и так кипиша в жизни много, вы и так вот весь просто, как этот, как белый колесе прыгаете, да, как Сайган, и как бы, интересно, кто такой Сайган, ладно, вы и так бегаете, прыгаете каждый день, и вам еще один дополнительный кипиш нафиг не нужен, но при этом, смотрите, какая интересная вещь, если у вас есть четкая цель, например, да, в этом спринте, например, закрыть ПСД и полететь в Дубай, да, у вас есть четкое понимание, что вы заработаете деньги, создадите статус, хорошую команду, получите бонус в виде поездки в Дубай, кайфанете в Дубай, ну, то есть в принципе, да, то есть вот, представляете, какая компания, да, она вам говорит, денег заработаем, и мы тебе еще дадим сверху плюшку. То есть, чтобы получить плюшку в виде Дубая, тебе надо заработать денег. Вот какая мотивирующая компания. Вот, и если у тебя стоят твои цели и задачи, и ты видишь, как такое, например, у тебя там форум в Тюмени выпадает, да, и у тебя подсознание будет смотреть с разных сторон, как этой информацией воспользоваться. Ты вспомнишь, что у тебя одноклассник живет в Тюмени, ты вспомнишь, что у тебя подписан партнер, а у него там, допустим, кто-то тоже в Тюмени, и ты на эту Тюмень сработаешь, у тебя будет состояние, что ты, знаешь, как вот эти семечки раскидываешь, не то пока, семечки раскидываешь, то есть вот как время сеять, а время собирать урожай. В нашем случае время сеять однозначно, вот, и ты воспользуешься всеми мероприятиями, всеми рычагами, или, например, допустим, ты сидишь в своем городе, в каком-нибудь, например, там, в Лизане, там, где угодно, да, ты сидишь, значит, и у тебя в твоем конкретно городе не предвидится мероприятие, а у тебя и целей никаких не стоит, и ты такой думаешь, ну, им-то хорошо в Москве, у них мероприятие, а я вот сижу здесь вроде как, и вроде как, ну, вот книжку пойду почитаю, например, да, это когда у тебя нет цели, а когда у тебя есть четкая цель, опять же, например, сделать ПСД, то есть получить все блага, которые я уже перечисляла, и ты такой сидишь и думаешь, так, что за херня, у меня в Лизане мне не хватает мероприятия, а какого мероприятия мне не хватает? Так, мне не хватает, допустим, чтобы укрепить клиентскую базу бизнес-завтрака, и мне не хватает бизнес-форума, а еще мне нужна презентация, и ты берешь и это все делаешь, или, например, ты звонишь своему куратору и говоришь, слушай, мне нужно форум замутить, какой-нибудь хотя бы мини-форум на 50 человек, но он мне нужен, давай обсудим с тобой, как можно сделать, чтобы ты ко мне приехал, чтобы ты ко мне приехал, чтобы ты со мной вместе сработал, то есть ты не сидишь без инициативной, потому что у тебя цели нет, а ты наоборот, ты как бы всю реальность под себя подстраиваешь, ты все свои вот эти задачи подсобираешь под свою конкретную цель, у тебя не будет такого, что тебе скажут, ну давай, там, в следующий раз ПСД ты будешь закрывать, а этот, этот спринт, ну, профилонишь, у тебя такого не будет, у тебя будет на счету каждый-каждый-каждый день, вот, поэтому ваши цели на спринт, с каким решением ты входишь, с каким намерением, очень интересная вещь, есть ли тут психи, которые стоят на гвоздях, скажите мне, пожалуйста, есть ли тут такие психи, которые стоят на гвоздях? Я этот псих, я стояла примерно секунд десять, больше меня пока не хватило, но я могу себя к этим психам причиновать. Есть ли тут такие люди, примерно хотя бы, хотя бы, ну, хотя один кто-нибудь стояла на гвоздях когда-нибудь, вот, замечательно, есть интересная фишка, на гвоздях стоять крайне некомфортно, я вам хочу сказать, Если вы смотрите на людей в инстаграме, которые такие стоят и кайфуют, это очень сложно, если честно. Это ты будешь там просто рыдать на этих гвоздях, и это больно. Но смысл какой? Я раньше не понимала, как это делать. То есть когда ты становишься на гвозди тупо для прикола, или потому что все стоят, и я стою, как я это сделала первый раз, ну типа попробовать и так далее, новый опыт попробовать, классно же постоять на гвоздях, то нифига у тебя не получится, потому что это больно. То есть ты встаешь, и ты думаешь, все устали фоткать, и ты думаешь, боже, какой кошмар, как эти люди стоят, и просто ты быстрее, а с них, понимаете, проблема на гвозди залезть, и с них проблема же еще и слезть, потому что, чтобы с них слезть, видимо, нужно допусилие какое-то сделать, и это тоже боль определенная. Я помню, я эти 10 секунд стояла, из них секунд 5, я думала, как мне слезть с этих гвоздей, и это очень больно. Вот, но смысл в чем? На гвозди оказалось, нужно заходить с намерением. То есть когда ты как бы вот прямо настраиваешься, да, я просто разговаривала, господи, кто-то мне недавно рассказывал, возможно, даже это была Лена Акулова, но не факт, не помню. Короче, кто-то мне недавно прямо рассказывал, что когда как бы ты заходишь на гвозди, тебе нужно сформировать намерение, то есть какое-то свое желание, почему для тебя это важно, и ты с этим намерением заходишь на гвозди, и гвозди это твоя, ну типа как аскеза, вот ты становишься на них, и в моменты, когда тебе, когда ты напрягаешься, тебе становится больно, тебе нужно выдыхать. Это очень странно звучит, потому что ты стоишь на гвоздях на секундочку, тебе до хрена больно, но в эти моменты, как во всей йоге, да, это происходит, там, где больно, надо выдыхать. Я ездила в начале лета на ретрит, у меня было очень много открытий, что там, где сложно, надо выдохнуть именно в это место, и как бы через расслабление пройти дальше. И вот точно так же с гвоздями, и вот точно так же с вашими целями. Если вы в спринт заходите без цели, то, возможно, вам будет больно, потому что больно вам будет по-разному, вам будет больно от времени, потому что, например, там время идет, вы такой глазом моргнули, а мы уже все в Турции, а вы такой думаете, а-а-а, капец, как они это успели. Потом вы глазом моргнули, а уже Новый год, глазом моргнули уже итоги года, а вы опять ничего не сделали, опять на галерке сидите. А на галерке раньше, ну сейчас я давно не была на галерке, но я помню, раньше я, короче, на событиях иногда проходила посмотреть, как там на галерке люди сидят. И, значит, а там, знаете, некоторые сидят такие. Я помню парня, который сел, снял ботинки и развесил носки. Такой кошмар. Я думаю, господи, вот кто-то же осознанно выбирает сидеть рядом с ним и смотреть мероприятия, вот не с первого, да, вот ряда как бы. Вот, то есть, когда у тебя есть цель, ты даже на мероприятии по-другому будешь. Когда у тебя есть цель, блин. Расти, тебе будет важно сидеть впереди, за столиками, либо на первых рядах, тебе это важно. Когда тебе не важно, ты такой просто, знаете, все пошли, я пошел. Ты будешь сидеть рядом с чуваком, который возвесил свои носки. Карму будешь отрабатывать. То есть, тебе будет больно от того, что ты будешь видеть, как просто уходит твое время. Тебе будет больно, знаешь, от чего? Если у тебя нет своих целей и намерений, тебе будет больно видеть результаты других людей. Тебя они будут не радовать, а тебе будет боль это доставлять. Потому что ты каждый раз от каждого результата людей будешь понимать, что, блин, а у тебя-то этого нет. И вот эта книжка Фоба в помощь тебе будет, тебя заклюет в конец. У тебя вот это состояние сравнения себя с кем-то, ты просто там вообще будешь сидеть дома и... Ну, то есть, тебе будет конкретно некомфортно. Тебе будет больно от действий ежедневных. То есть, ты будешь, если у тебя нет целей и намерения, заходя в спринт, тире, заходя на гвозди, да, ну, как бы у нас гвозди символические. Так вот, заходя в спринт, тебе будет некомфортно эти все действия делать. Тебя будет бесить, что тебе нужно куда-то поехать, нужно взять какой-то вебинар, нужно пообщаться с людьми, нужно получить даже какое-то количество отказов, либо там какие-то сделки зависнут. Когда у тебя цели нет, тебе вся эта хрень доставляет боль. Когда у тебя цель есть, тебе точно так же это доставляет боль, потому что ты живой человек. Но при этом у тебя есть высшее намерение, тебе по большому счету пофиг. Потому что ты такой, допустим, там у тебя должна была быть сделка, и она у тебя, допустим, перенеслась на какое-то, как ты понимаешь, там, непонятное время. У тебя эта сделка перенеслась, но у тебя в этот момент перед глазами стоит твоя цель. И поэтому ты просто выдыхаешь, думаю, так, все классно, что мне было важно, мне было важно закрыть ПСД. Все, погнали, делай ПСД. И ты идешь и делаешь ПСД. У тебя ПСД сделать важнее, чем заниматься, ну, как бы, чем вот эту боль испытать. Понимаете, о чем я говорю? Еще раз. Когда ты стоишь на гвоздях без намерения, тебе будет очень больно. Когда ты стоишь с намерением, тебе будет больно, но через какое-то время говорят, хорошо, я еще не пробовала. Но говорят, что когда 20 минут стоишь, через 20 минут тебя отпускают, и ты кайфуешь, ты потом хоть час можешь простоять. Поэтому, ну, это уже другая история, я попробую, сама обязательно вам расскажу. Вот. Ну, и я думаю, что я немножко вам вот это, ну, как бы, подобъяснила. У меня так-то тут еще большое количество всего, но, наверное, я буду уже финалить. А финалить я буду… Чем я буду финалить? Финалить я буду тем, что нужно идти в ногу со временем. То есть, понимаешь, если, например, ты, не знаю, там, два спринта про филонил на гвоздях без намерений, и тебе больно, ну, к примеру, да, а сейчас тебе говорят, а снова спринт, у нас снова есть гвозди, welcome, не больше и круче, welcome. И ты говоришь, не, не, вы знаете, я, наверное, подожду еще немножко. Так вот, я хочу сказать, что гвозди наши меньше не станут, вот, но опускать их точно можно. И что я хотела сказать? Я хотела сказать о том, что очень важно идти в ногу с компанией, потому что, вот, допустим, у нас появляются оптовые пакеты, да, то есть у нас мы не просто растем там в виде продукта, в виде внедрения, а мы растем и в виде нашего предложения, в виде, ну, скажем так, объема, мощности нашего предложения, да, то есть на сегодняшний день у нас есть отличное предложение на 5 миллионов рублей, ну, там, плюс-минус, да, мы посчитаем по оптовым пакетам. И, вот, допустим, Слава, да, у Шенина, ну, что сказал? Он говорит, что ваша задача создавать вокруг себя вот это вот информационное поле на эти оптовые пакеты. То есть ваша задача проговаривать про оптовые пакеты как можно чаще. И даже если перед вами сидит человек там еще просто, ну, такой вот просто обнять и плакать, например, да, ваша задача рассказывать про оптовые пакеты. Почему? Во-первых, ваша задача знать про эти оптовые пакеты. Вот я просто поспорить готова, что тут 90% людей ни разу никому не провели встречу, ну, как бы не рассказали про оптовые пакеты. У вас будут происходить потрясающие перемены в голове. Когда ты много раз рассказываешь про 63 тысячи долларов, тебе 6 тысяч долларов начинает волшебным образом казаться вот такой маленькой-маленькой циферкой. Ты думаешь, ну, 6 тысяч долларов, ну, все классно. Ну, то есть 6 тысяч долларов начинает казаться меньше. Это раз. Второй момент. У тебя формируется навык говорить про большие пакеты. И у тебя кто-то начнет приходить в твою команду на эти самые оптовые большие пакеты. Это прямо такой принципиально важный момент, да, потому что мы к этому готовы. Но ты опять можешь все прошляпить, да, потому что вот так вот. Поэтому что сейчас нужно делать? Нужно очень быстро-быстро-быстро развиваться. Есть несколько разных пакетов. Вы можете их все посмотреть. Ну, кому надо там, не знаю, нет, я скидывать не буду. Можно скидывать вашим кураторам, да, то есть спросить, чтобы вам конкретно все подготовили и показали. Там есть разные пакеты. Вот, поэтому просто, пожалуйста, обратите внимание, да, то есть, и опять же, вопрос в том, да, то есть, на какое решение в этом спринте ты ориентирован? На какое твое внутреннее намерение в этом спринте ты ориентирован? Ты ориентирован достигать в этом спринте, становиться ПСД, делать так, чтобы у тебя люди ПСД закрывали и так далее? Или будем наблюдать? Вот. В принципе, друзья, я, наверное, на этом буду заканчивать, потому что как-то много мыслей, но я думаю, что эти мысли все надо постепенно. Я лучше к вам потом еще разочек уйду и ничего поговорю с вами. Вот, господа, давайте немножечко буквально сейчас зафиксируем, что мы умного тут поговорили. И, пожалуйста, напишите мне прямо текстом, прямо словами, хотя бы кратенько, что полезного вы сегодня услышали, может быть, что вас вдохновило, что вас замотивировало, что для вас было ценно. Это полезно, во-первых, мне, потому что вы меня наполняете, я вам вдала энергии, вы меня наполняете, потому что я им партнер, правильно? А, во-вторых, это полезно вам, потому что, когда вы это проговариваете, вы и сами для себя это берете, и кто-то рядом, шамер-какопов, может быть, чай наливал в этот момент, да, он от вас это увидит и услышит. Да, сегодня будет обучение по оптимопакетам 17.00 в Тюмени. Так, когда тебе важно, ты будешь впереди, да. Принял решение отсекать все лишнее, нет отказов, есть мы по СД. 11 сентября форум, да, Турция еще в октябре у нас, не забудьте, вы же помните, да, что у нас с вами рюмочка чая предстоит, смотреть на закат и рассуждать о прекрасном. Фиксируй мероприятия вокруг, строю свою жизнь, потому что это правила игры, все правильно. Фокус на цели только вперед, принятие решения, можно тренировать, ой, это потрясающий навык. Пока ты ищешь альтернативу, ты не двигаешься нигде, это правда. Твердые цифры, факты, кейсы. Без цели ничего в бизнесе не поделаешь, да. Больно, но если есть намерение, то отпустят, да, это правда. Чтобы добиться результата, нужна четкая цель, да, начинать спринт с четко поставленной целью на этот спринт. Большое спасибо, Наташа, пожалуйста, большое, Валера, да. Всегда ставить цель, принять решение. Моя обязанность отслеживать, что у меня в голове. Не касаться с этим куратором, а прямо отслеживать. Если вам кто-то на мозге, как будет убирать этого кого-то на время из поля общения. Держать фокусы цели, идти вперед и заглядывать постоянно за него. Фокус на цели. Иметь твердо принятое решение. Наполняться твердой информацией. Отрубить ненужное, лишнее, отвлекающее, да. Без намерения больно расслабиться и цепить. Чтобы это не знать. Знаете, можно вырвать, я представляю, как можно это вырвать из контекста и потом сказать Сорокина обучал. Спасибо. Спасибо тебе, Саша, большое. Значит, следим за фокусом и мотивацией. Еще раз, мотивация – это жизнь. Без мотивации вы, как автомобиль, даже там навороченная Феррари, но как бы без бензина. Мотивация – это наша сила. Мотивацию реально создавать самим. И надо это делать. Дальше. Ставим цели текни, цели тратата, фокус на ПСД, расписать цели, обратная связь, прописать цели на спринт. И вписать туда Турцию обязательно. Я сегодня должна была про Турцию поговорить, но Турция не влезла, извините. Значит, выдыхайте, двигайтесь дальше. Принять решение. Правила игры принять. Так, самое главное – четко осознавать свои цели, двигаться вперед. Вот, ошибаться можно, но не таскать это за собой всю жизнь. Напряжен дыши, да. Лучше дыши. Оценивать каждое решение, ведет ли цели, правила игры. В общем, друзья, все, я вижу, что у нас с вами есть коннект. Я вижу прям… Да-да-да-да-да, новый стрит, новые гвозди. Гвозди будут только больше. Имеется в виду, что больше будут наши Турции пакета. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. Мы с вами еще однозначно увидимся. У меня есть флипчарт, как вы понимаете, я ему купила не зря. Мой маленький еврей скажет, купила, давай работать. Вот, поэтому все, всех обнимаю. Кому нужна, знаете, где меня искать. Ну и, собственно говоря, сейчас важный фокус – это на наши с вами мероприятия, которые будут в регионах у всех, да, это раз. И второй момент – это фокус на Турцию. Все, всех обнимаю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok